Добрый вечер, дорогие друзья! Или добрый день, доброе утро, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Приветствую всех подписчиков канала Пластинка ТВ. Я надеюсь, что вы еще живы после предыдущего моего видео по Третьей Сибири, потому что там происходило всякое интересное и всякое удивительное. Если вы пропустили прошлую часть, то обязательно посмотрите там. Мы наконец-то смогли отплыть из города Вальсимбор и встретились с интересными морскими обитателями. И даже смогли преодолеть и их, и оторваться от них, и доплыть до какого-то разрушенного городка. Я говорю какого-то, потому что я в очередной раз забыл местное название, друзья. Не втянулся, не втянулся я как-то в географию, не втянулся я в название, поэтому они у меня вылетают из-за головы, несмотря на то, что я играю в Третью Сибирь каждый день. Практически каждый день, ладно, будем честны. И это городок, который был уничтожен, по легенде, взрывом на местной электростанции, атомной. Ну, в общем, вы поняли, друзья, местный Чернобыль. Мы прибыли в местный Чернобыль. Да, вот с этого просыпания, если можно так выразиться. Мы в Находске? О, спасибо, Кейт. Находск, точно. Он впереди лодки. А, нет, погоди, это не Находск. Мы плыли в Находск. Капитан нас туда вел. Но приплыли мы как раз вот в тот самый городок, в котором, оказывается, было опасно. И заставку я не могу пропустить, друзья, да. Да. Вы ее тоже в прошлый раз видели, ну ладно. Что случилось? Я ее вырезать не буду. У меня вообще в этот раз такое, знаете, прохождение без вырезания чего-либо практически. Ну, только если уж совсем начинается какая-то душная ерунда, то я там вырезаю беготню. А так прям, как начал запись, так видео и заканчивается. Безо всяких вырезок. Потому что в предыдущие квесты я обычно играю по-другому немножко. Я обычно первый раз прохожу по всем локациям, а дальше, если мне нужно бегать туда-сюда, то я вот эту беготню лишнюю обрезаю, чтобы сэкономить ваше время, друзья, и выдать вам некоторый более сжатый, более переработанный, так скажем, материал. Читая, как-то сегодня, не знаю, с трудом почему-то подбираю слова какие-то. Первым делом нужно найти способ замерять радиоактивность вокруг. Наверное, устал просто. А до тех пор никому нельзя покидать кристалл. Да, про измерить радиацию и про то, что они спокойно стоят, стояли и стоят под этой самой радиацией. Я уже поржал в прошлый раз. Ну ладно, давайте посмотрим. Здесь-то никаких спасательных мер, как в Чернобыле, не применяли, поэтому что здесь происходит, даже боюсь себе представить. Если здесь был атомный взрыв вообще, то все это озеро должно было отравиться, и как же жители на другом берегу этого озера спокойно живут и спокойно себя чувствуют, я, честно говоря, вообще не понимаю. В общем, странная история все это, честно говоря. Несколько натянутая, притянутая за уши немножко. О, и прибор для измерения радиации оказался у меня под носом. Как-то прям слишком просто. А эти красавчики вон лежат и загорают. Смотрите, получите себе радиационный загар лица, а потом быстренько отбросите свои коротенькие ножки от лучевой болезни. Это вы аккуратнее послушайте шаманку-то. Она про злых духов вам расскажет. Хоть так, может быть, спасетесь. Не верите в радиацию, так поверьте в злых духов, которые ее излучают. Радиационные очки. Как-то многозначительно, Кейт, это поверьте сло. Откроем мышкой крышечку. Пусто. Пусто. Наверное, нужно дернуть за рычаг или еще что-нибудь, чтобы они появились. Радиационные очки. Например, вот за этот, нет? Уровень радиационного фона указывается здесь. Но я должна убедиться, что безопасна вся зона. Сейчас, секундочку. Я пытаюсь сообразить просто, как это сделать-то. Я нажал вот сюда, и здесь оказался этот самый дозиметр. Но эта штука больше похожа на какой-то прожектор. Я просто подумал, что если это прожектор, то, возможно, она крутится. Крутится по своей оси. Пусто. Да я вижу, Кейт, что пусто. Уровень радиационного фона указывается здесь. Но я должна убедиться, что безопасна вся зона. И как это сделать? Что-то я, честно говоря, не понимаю пока что. Может быть, мне нужно найти где-то эти радиационные очки пресловутые, что они где-то заныканы на корабле? Ох, я по этому кораблю в прошлый раз находился. Я уже, честно говоря, не очень обладаю моральными силами на то, чтобы опять по нему бродить, шастать в поисках каких-то предметов. Потому что в прошлый раз меня это несколько задолбало. И вы поймите, друзья, я как бы привык играть в квесты, искать предметы и всё такое. Просто здесь система предметов и активных точек такая, что это очень раздражает. Надо найти способ видеть радиацию. Хорошие ты задачи нам ставишь. Увидеть то, что нельзя увидеть невооружённым глазом. Может, вот в этом ящике с инструментами тут какой-то ящик был, помните? Я доставал его из-под сидения. Но, правда, после аварии он наверняка куда-нибудь улетел вообще за 3-9 земель, и его тут нету. И вообще тут, небось, уже ничего нету, да? Я не знаю, что я ищу. Я ищу, наверное, радиационные очки или ещё что-то, но, скорее всего, мне всё это не нужно. У меня просто все ответы передо мной, как обычно, но я не могу их сопоставить, потому что не понимаю логику игры. Хотя, может быть, и нет. Смотрите. Ключик от корабля Кейт с собой прихватила. Зачем-то. Ну, вот, конечно, может нам ещё пригодиться, если кто-то сможет вытянуть эту посудину с мели. Корабль-то, в принципе, такой добротный. Терять его было бы жалко. Что ещё есть? Ну, вы видели заставку, вы видели, как Кейт убегала от чудовища, вы видели, как их там чуть всех не смыло, и видеть всё те же самые предметы на тех же самых местах, что они и были до этого крушения, это, конечно, очень странно. Бартлага, мисс Кейтвак. Бартлага. Буртлуга. Очки мана. Найди нам мана. Ну, хоть и ящик не остался стоять на прежнем месте. Возможно, что нам ключ нужно просто применить к этой установке где-нибудь, но я всё-таки проверю на всякий случай машинное отделение. Для очистки совести, так сказать, сейчас, не, не сюда, не сюда, Кейт, погоди. Сюда вот, назад, по-моему. Да-да-да-да-да-да. Здесь я с трудом нашёл керосинку в прошлый раз, чтобы обеспечить Капитана Светом для отвлечения чудища морского. Какие-то странные, как будто не сюжет Сибири, пересказываю морские чудовища, да. Отвлечение внимания, всё, и всё такое. Опа. Вот где все страусы-то обитают, а. Они там ещё не задохлись, они там вон костры жгут какие-то в подвале, в трюме, в трюме корабля сжечь костёр. А дым куда уходит у вас, а, ребят? Расскажите мне, мне интересно. А, вот куда уходит, вот, видите, вот тут всё в дыму у нас. Ну, отличная система. Очень удобная. Ну, в трюме я тоже ничего не вижу. Разве что я мог опять пропустить какой-нибудь дурацкий предмет только из-за того, что к нему не подошёл вплотную и не уткнулся носом в него. Вот именно это меня и раздражает, потому что во всех классических квестах вы приходите на локацию, да, вот, допустим, вот так вот стоите, вводите мышкой, смотрите, у вас сразу видно, есть здесь активный предмет или нет. И это как удобно, логично и понятно, безо всякой ерунды. Тикс. Ну, чё, обратно к дозиметру, друзья. Снежинка выглядит как точка активная, я уж удивился. Кейт, ну чё ты не поднимаешься-то, ну... Ладно, пойдёмте под другой лестницей, по которой я спускался. О, здесь сработало. Раздражающая фигня, конечно. Очень раздражающая. Я просто не очень понимаю, куда я могу этот ключ применить, потому что у меня здесь всё равно нет активных точек, как бы у меня этот ключ здесь абсолютно без надобности. На вся зона. Может быть, я, правда, какую-то активную точку упускаю, а? Что-то, может, надо покрутить опять. О! Точняк. Ох, ребят, да. Внимательность. Моя внимательность. О ней можно слагать легенды просто. Где ключ-то? Давайте уже заведём эту шайтан-машину. Заблокировано. А, надо ключ повернуть ещё, что ли? Ну, конечно. Реализм. Рычаг тоже нужно мышкой повернуть. О! Теперь эти очки вывалились. Не знаю уж, зачем они нам нужны, когда мы и без них тут свободно, спокойно ходим. Нас уже не спасти в любом случае, мне кажется. Кейт одевает эти очки. Они так выглядят, как будто, знаете, мы на сварку сейчас должны смотреть. Или как будто мы должны смотреть на ядерный взрыв, очень яркий, натуральный. Но взрыв уже был 20 лет назад, так что... Так что, что... Нам ничего не угрожает. Найдите способ вытащить кристалл из песка. Окей, это такая импровизированная защита. А я бы на месте Кейт взял оставшуюся бутылку водки, которую мы использовали для горючки в прошлый раз. Кейт же, по-моему, не всё вылила. И использовал бы водочку в качестве вещества, которое выводит радиацию из организма. Чтобы был реализм, как в Сталкере. Ещё какие-нибудь таблетки антирадиационные, тоже как в Сталкере. Вот было бы зашибись вообще. В общем, я уже, по-моему, сказал в прошлый раз. И у меня предчувствие, что у нас сейчас начнётся какой-нибудь Fallout 4. Добро пожаловать на пустоши. Ну вот, могла бы вот эта локация, например, выглядеть красиво. Корабль стоит. Причал. Там вот озеро со льдом, с какими-то глыбами. Но нет, друзья, ну вот не выглядит оно красиво. Из-за цвета, из-за того, что вот это вот всё сделано какой-то мыльной текстуркой одной. Здесь впереди тоже всё размылено непонятно зачем, почему. Ну, печально это всё, конечно. Слушайте, погодите. Надо найти способ вытащить куда-то кристаллу. А вот тут лебёдочка какая-то. Нет, не она. Просто так в освещении вообще ничего не вижу. Во! Питания нет. Питания нет. Питания нет. Мне бы кто дал какое питание за вредность моей работы. Не знаю, молочка вот тоже против радиации, а? Куда я возьму это питание, если не могу сюда пройти? Этот трактор должен справиться с буксировкой кристалла. Сначала доберусь до него. А, теперь что ли Кейт сможет перепрыгнуть или чё? Как до него добраться-то я? Может, подосочки надо вот по этой вот как-нибудь вниз спуститься вон? А потом... Потом снизу подняться, наверх. Ну, в общем, крюк какой-нибудь сделать. Ну, слушайте, точно ничего себе в жизни бы не подумал. Я-то надеялся, что Кейт в состоянии перепрыгнуть в такую маленькую пропасть. Но оказалось, что нет. Нас заставляют бродить по... дну морскому. В общем, добро пожаловать на днище, друзья. Хотя дно мы в этой игре уже один раз прощупывали. Находясь под водой. Я ещё переживаю, что нету ли каких-нибудь активных точек по ходу дела. Не валяется ли здесь на песке какой-нибудь важный предмет, который я сейчас пропущу. Потом буду долго мучиться. Вроде не похоже. Нам просто показывают Этот городок Показывают то, насколько здесь всё безысходно, печально и разрушено. О! Оскар? Нет, это не Оскар. Ты же видела фильм, Кейт? Таких автоматонов было много. Оскара больше нет. Это факт. А все автоматоны похожи. Но не забывай, Кейт, что ты на груди носишь сердце Оскара. А как сказал нам немецкий механик, в этом сердце объединены механика и душа? Сердце. Понимаете? Нам даже флешбек показывают специально для этого. Оно в очень хорошем состоянии. Поэтому Кейт наверняка сможет собрать Оскара заново. Жалко вот людей так заново собрать нельзя. Особенно тех, которых капитан бросил в этом городе после катастрофы, спасаясь от чудовища. А может быть получится. Интересно, это чудище радиоактивный мутант или что? Как вообще объясняется существование такого монстра? Все-таки Сибирь в предыдущие разы была достаточно реалистичной игрой. Ну, с некоторыми условностями, конечно, но все же. Неправильно. А, тут нужен какой-то дурацкий ключ крестовой, которого у меня нету, конечно же, пока. Ну, друзья, ладно. Оскар подождет. Точнее, копия Оскара. Нас пока ждут более насущные дела. Я хочу добраться до этого автомата, который должен вытащить корабль куда-то. Здесь тоже пропасть. Здесь тоже не пройти. Ну, разве что по балочке. Так вот аккуратненько. Если Кейт в состоянии. Да, нет, не в состоянии. Понятно. Надо идти через город. Вот тоже целый квест. Дойти до того, что мне нужно. Да, надо открывать ворота. Здесь нас познакомим с городком. Все дела. Нельзя просто так взять и включить электричество в квесте. И так же нельзя просто так взять и дойти до нужной локации. Нужно сделать круг почета. Круг почета для Бенуа Сокаля. Сюда можно войти. Ну-ка. Какие же долгие загрузки-то, друзья. Я вот начинаю думать, что возможно индуру нужно было на SSD-шник поставить. Правда, не уверен, что это сильно бы мне помогло. О, может я найду здесь треугольный ключ, как вы думаете? Не, я нашел шестеренку. Видимо, этот автомат еще нужно будет чинить. О, еще одна активная точка. Еще какой-то замок очередной. Ну, елки-палки. Невозможно. Не, ну, конечно, шестеренка не отсюда. Ну, Кейт, ну, ты что? Ладно, будем знать, что у нас лежит бездыханный робот. Которому нужно подобрать ключ, чтобы его вскрыть. Это не открывается? Не, не открывается. А вот эта дверь открывается. И также у нас лежит вот в этой коморке ящик с чем-то, видимо, очень важным. Раз нам не дают его сразу просто так открыть без ключа. Опачки. Это еще что? Ну, Кейт, ты зачем ты все это разломала, скажи на милость. Видимо, потому что эти вагонетки преграждали рельсы, что ли, поэтому я пока не очень понял, как работает вся эта система здешняя. Сейчас будем разбираться. еще один вставший автоматон. Уставший, я бы сказал. С помощью этой лебедки можно отбуксировать кристалл. Да ты, Кэп. че-то Кейт как-то глубоко задумалась. Простите. Простите. Нет ключа зажигания. Оу, еее. Поняла. Чтобы завести трактор, управляющий им автоматон должен быть подключен к этому контакту в форме ключа форальберга. Логично. Теперь мне нужен исправный автоматон. Класс. Почтите автоматон теперь наша задача. Либо этот, либо тот, который на пляже, видимо. какой-то ключик. Возможно это ключ от ящика в комнате. Видимо не это бездыханное тело нам чинить все-таки предстоит. А то, который на пляже как раз. Давайте топать обратно. Вот видите, чем дальше мы проходим игру, тем больше начинается вот таких такой вот беготни между локациями очень долгой, очень нудной, очень вымораживающей. Поэтому она была не вымораживающая. Нудно она не перестала бы быть, но она была бы менее вымораживающей, если бы в игре была красивая картинка. То есть можно было бы просто ходить и лишний раз наслаждаться теми видами, которые нам рисует игра. Но увы, здесь это не так. Ну что, да, мышки покрутим. О, в этот раз крышка открылась сразу. Автоматически нам не пришлось самим корячиться. Просто удивительно. что тут Ганс Фаральберг мне интересно делал в этом месте? Вот в чем вопрос. Я вообще удивляюсь. Мне кажется, что чтобы столько вот всяких изобретений, ключей и всего остального оставить в разных частях света, сколько мы за ним следовали по пятам, да, нужно было, не знаю, сколько жизней прожить. Чтобы столько механических штуковин понаделось, столько этих автоматонов и всего остального. застовулина какая-то пошла или это бак камеры? Это чьи ноги еще? А, это шаманка. Фух, я уж испугался, что какие-нибудь выжившие местные жители с копьями и вилами на нас вышли. Курк, что ты тут делаешь? Я увидел, как ты ходишь без вреда для себя и разрешил юколом сойти на берег. Я должен показать тебе кое-что, Кейт Уокер. В чем дело? Это важно? Идем же, мисс Кейт Уокер, идем. Хорошо. А у нас есть выбор, что ли, не идти? Что значит без вреда? У нас есть волшебные очки. А у вас их нет. Под гнилым асфальтом лежит священная тропа. Мисс Кейт Уокер должна скорее вывести страусов, чтобы юколы отправились в путь. Слушайте, я понимаю, что вы хотите в точности соблюсти древние обычаи. Навести сюда караван равносильно самоубийству. Весь проспект сильно радиоактивен. Не болтайте, мисс Кейт Уокер. Это воля духов. Мисс Кейт Уокер видела, что бывает, если не слушать духов. Но... Наша шаманка упряма, как старый страус, Кейт Уокер. Может, ты сможешь найти другой путь? Не знаю. У меня сейчас голова занята тем, как отремонтировать автоматон, чтобы вытянуть кристалл. А уже потом я буду искать другой путь. Держитесь пока безопасных зон и будьте осторожны, ладно? Да, я бы на месте Кейт Уокер сразу отправил бы их на корабль обратно, потому что что они тут шастают вообще? Сейчас отхватят радиации по полной и все, и до свидос. Правда, ребят, в случае сильной радиации даже ходить вот в такой одежде, какой Кейт зимний, не сильно поможет. Поможет чуть-чуть, но не принципиально. так, я сейчас запутаюсь, куда-то уйду не туда. Да, тут какие-то вон... А, слушайте, это вот в случае мне изображение того милого морского кальмарчика, который пожаловал к нам в гости в прошлый раз. Не? Вот это очень вот статуя на него похожа. Больно уж на него смахивает. Не находите? Так, где здесь выход на этот пляж-то дурацкий обратно? Я уже запутался. Сейчас. Где выход-то, а? Нет, не здесь, не здесь. Сейчас, подождите. Напротив автоматов должен быть где-то выход, правильно? Вот здесь, что ли? нет, друзья, это я еще куда-то попал. Никак не пройти. Тем более тут какой-то завал еще. Нет, это не то. потопали обратно. Не в ту дверь я сунулся. Вообще, знаете, у меня такое сейчас вот ощущение, я сейчас по этому городку хожу, вот в какие-то двери странную суюсь. Мне хочется, чтобы у меня в одной руке был какой-нибудь дробовичок, пистолетик, а в другой эти самые как они называются эти модификации, как в биошоке-то, да? Мне эта игра биошок сейчас стала напоминать стилем вот этого города. Ребят, я запутался в четырех стенах, можете надо мной поржать, вот я разрешаю просто официально надо мной поржать сегодня, потому что ну, правда, вы видели, мы просто отошли два метра и я уже вот просто вот в том, как игра нам все здесь представляет, я вот запутался в этих локациях на пляж дурацкие выйти обратно, сейчас погодите, сейчас, во-во-во- вот сюда, вот, я, кажется, нашел выход, во, вот эти ворота, да, я справился. в общем, я понимаю тех людей, которых очень сильно раздражает камера в Третьей Сибири и вынужден с ними согласиться, потому что когда мы были в Эльсимборе, там локации было чуть поменьше, они не были такими обширными, поэтому я еще как-то справлялся с навигацией, а вот сейчас уже, конечно, стало все очень и очень печально. Мы применяем ключик, я думаю, из инвентаря, да? Кейт его автоматически взяла. Покрутили, мышкой открыли дверцу. Сломался. Это механическое сердце еще и бьется. А, нет, это Кейт его внимает таким образом, я понял. Ну что, ставим сердце Оскара, сейчас мы получим нашего друга целым и невредимым, да? I'll be back, как говорится. Так, ну что-то еще не хватает, да? Оп. Не открылось. Вот так. Не, не открывается. Ладно, бог с ним сейчас. Ээ. Эээ, погодите, я так понимаю, что вот эту трубку надо подключить вот типа к сердцу, что ли? Или как? вот эту трубку сюда только начать не тыкается сюда вот в чем беда а или вот типа вот так вот она подключилась считается на ладно попробую вот это не вот это вот не хочет вот сработало наконец-то шестеренка нам зачем была нужна я думал что еще и шестерню нужно будет сюда запихнуть а вот может быть сюда куда-нибудь не не так давайте вот это примерим откручивается вообще против часовой стрелки обычно они по часовой ну окей и я помню эти замки ими активировались все изобретения ганса осталось найти нужный ключ в сердце другой ключ ну конечно более мелкий но потопали обратно к этому волшебному ящичку с инструментами ведь не дано было взять все нужные инструменты с собой тем более что они были так удобно расположены в этом маленьком перед основном ящичке который специально для этого был сделан кейт но серьезно что ли это что еще за метро тут приехала что это было и кто это был меня больше интересует кто это был чем что потому что слишком много людей охотится за кейт и это меня настораживает thanks дайте мне уже все инструменты я пойду воскрешу своего друга ради чего мы здесь все так я и думала нет ключи активации ну елки шпалки то я думал что вот так все просто будет но нет нужного ключа то и нет кто-то его прикарманил нигде здесь его на полу не валяется не не валяется друзья ох что-то как-то прям да становится как-то тяжко вот не знаю почему меня вот как-то сейчас игра стала своим масштабом пугать то есть я вот понимаю что мне нужно найти например вот этот ключ активации да но я не представляю где его искать и мне так не хочется сейчас бегать по всей этой огромнейшей локации которая здесь представлена и вот выискивать вот эту иголку в стоге сена вы просто не представляете друзья ничего даже отдаленно похожего на ключ активации ну конечно ты бы еще на пожарном щитке бы додумалась посмотреть правда непонятно зачем все равно эта активная точка остается о кинцо баранур о баранур парк вот как называется это место парк развлечений когда-то здесь было людно и весело а сейчас здесь царит хаос запустение и ржавчина а где трупы местных жителей мне интересно которых не спасли нам их покажет а для полной астроты ощущений так скажем может у кого-то автоматон еще есть не нету где вот мне этот ключ искать то наверное а вот здесь какая-то активная точка на это видимо просто сейчас кинцо нам тоже покажет на ну да мы можем полюбоваться вот на такой вот общий вид на все эти развлекательные девайсы хорошо полюбовались и хватит с нас меня конечно интересует ключик больше и и застрял в вагонетке но на проспект я думаю и сама кей тоже не сунется сейчас да потому что он супер радиоактивный нам нужно найти какой-то другой путь но а или сунется зараженная зона не не суется но я хочу расстроить разработчиков радиация не выглядит как ядовитый зеленый туман проблема радиации в том что в реальности она никак не выглядит нет ничего ну вот сюда я пытался войти и эта активная точка сохраняется но там завалено все и давайте я попробую еще раз сюда сунуться может в этом завале где завалялся и ключик но я в этом сильно сомневаюсь никак не пройти ну да ладно идем обратно вот так вот мы с вами ребята будем нудно все это выходить бродить проверять и тыкаться во все двери все это нужно делать только из-за того что система активных точек вот изменена так как захотели разработчики я вам говорил как было бы лучше но увы так не сделано поэтому мне приходится бродить тыкаться во все углы чтобы что-то найти например лом вот такой непонятно зачем мне нужен кто мог такое натворить что натворить взорвать реактор это все люди кейт добро пожаловать в реальный мир ладно это прутик нашли может прутиком завести оскара как вам такая гениальная идея инженерная раздолбать все в сердцах раздолбать сердце оскара не знаю где я найду чего поэтому хожу брожу везде не на точно биошок ребят ну правда вот прям прям вот один в один прям по стилистике прям очень похоже я даже сказал несколько пугающе похоже сейчас опять началась музыка на фоне она прекрасна но я все боюсь как бы мне не подбалили на ютубе а то ютуб любит подкладывать такую свинью регулярные если ютуб начинает ругаться на какие-то авторские права то приходится вырезать кусок этот со звуком перерендеривать соответственно все видео потом еще раз заливать потом youtube опять сто лет будет обрабатывать все весь видосы это конечно целая история все время друзья застрял в трех соснах в трех стульях точнее а чё там правда что то локация никак не приближается светом застрянущие вообще никуда не выйду никогда не выйду отсюда вот оно самое страшное наказание в сибири что ты где-нибудь застрянешь и никогда не выйдешь на свет божий но нет здесь ничего нет ровным счетом друзья ну правда я не верю что где-то здесь может скрываться этот фаральберговский ключ мне кажется что этот ключ где-то там куда вот мы не можем пройти и я не очень понимаю что нужно что нужно сделать чтобы туда пройти вот туда где запретная зона радиации я думаю что нам намекают что нам куда-то туда нужно топать ну потому что иначе иначе какой смысл то во всем этом какая у нас задача вообще найдите ключ активации принадлежащий фаральгу ну да тут никого тук тук ну и хорошо тем лучше для нас но я не понял что это было вот когда вот этот поезд приехал вот чё ещё меня смущает там при погодите дайте я посмотрю приехал поезд и вышла какая-то нога нам показали в заставке а как понять куда этот поезд приехал и чья это нога была сейчас может нам вот туда вот надо пройти давайте-ка попробуем то есть не направо по причалу да где этот подъемник стоит а наоборот влево пройти может сработать я просто хочу хоть чего-то сделать друзья за сегодня еще то чего я зря что ли запускал игру вот типа вот сюда вот пройти я хотел очевидно что раз здесь есть такой вот явный проход то разработчики хотят чтобы мы сюда попали и для чего только я пока не знаю мы сейчас пытаемся выяснить колесо обозрения ну прям точно с припяти все рисовали здесь заграждение заграждение а вот это какая-то дверца напишем напишем а нет на ней нет активной точки увы я тоже понадеялся что я нашел то что мне нужно но увы но увы увы да ну че мне делать то опять что ли вырезать весь свой тупняк и возвращаться к вам после того как я найду этот активационный ключ или что там нужно было о лесенка погодите лесенка ну-ка ну-ка о кейт не туда идешь таки иди обратно во смотрите-ка че я нашел во ребят смотрите тут какой-то мега пульт управления не знаю зачем нам нужен но но зачем то нужно во и шестеренки как раз здесь не хватало слушайте серьезно вообще все так так все больше здесь ничего не надо чинить воп закрутилась завертелась и остановилась ну или перешло в рабочее положение просто без электричества я ничего не добьюсь пум 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 нет это не выход но это не то что я ищу а где же мне взять электричество то здесь а электричество жаль кейт не таскает с собой переносной аккумулятор электричество я вообще не вижу здесь ни проводов каких-то не не знаю ни силовых линий ничего такого вот ну вот это вот фонари какие-то да но я не знаю здесь провода под землей что ли проложено где-то или еще что чем с этим совсем делать то а ну друзья ну право словно прям просто просто кажется что вроде все очевидно и не очевидно одновременно и вот ходишь ты такой и не понимаешь что ли ты дурак то ли то ли игра такая то ли еще чего смотрите у нас здесь мостик появился укола милости вы его здесь перебросили чтобы нам не ходить каждый раз по дну питание нет а вот активная точка какая-то смотрите погодите что я могу сюда использовать дайте металлический пруд не так не а дайте гаечный ключ непонятно что нужно применять сюда невозможно ничего а сердце оскаром мы с собой также таскаем да то есть она его там не оставила ну ладно что же сюда применить то друзья а может быть имеется ввиду что электричество нужно подать с корабля откуда то а на корабле есть такие провода я не помню еще посмотрим у нас же как бы основная задача починить автоматон но есть еще и параллельные задачи типа как вытащить корабль вытащить страусов возможно что если мы с чем-то одним из этим из этого справимся то мы сможем решить и главную задачу было бы логично но нет тут ничего нету похоже на никакие провода да я зря сюда приперся опять опять сейчас пробегаю здесь так ничего и не пойму а это мелкий этот снежный страус что-то такое обитает нет ладно живи пока а зачем они нам нужны непонятно вообще никак ничем помогут помочь не могут просила бы кить шаманку типа шаманка вот мне нужно вот такой вот ключ пусть вот твои эти самые лоботрясы вместо того чтобы стоять и тукать постоянно нашли бы лучше ключик мне хоть какой-то толк от них был бы я вот бегаю иди вот туда-сюда не понимаю вот электричество куда вот мне вот это вот нужно подключать а объясните мне пожалуйста паранурский парк прекрасно кинцо мне не нужно кинца с меня хватит я хочу решить задачку и пока не очень одупляю как это сделать но в этом конечно моя беда бяда че 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 не ну тут нету никаких конечно да коранов спускаемся коранов проводов ничего такого что то мне подсказывать что че 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 я опять друзья упускаю мне кажется есть у меня такое подозрение серьезное неправильно пойдем бродить мне кажется что что-то я во всей этой истории не замечаю во всех этих замечательных экранах во всех этих замечательных блин проходах вот нет сделать блин уже успокоиться не делать пародию на классический квест с видом от третьего лица и таким вот перед перемещением персонажа туда-сюда вот как вы сейчас видите на экране сделали бы уж честный вид как в gta типа от третьего лица тоже но как в gta управление куда легче было бы разобраться вообще во всем этом а ой еще одна лесенка слушайте вот сюда вот я еще не забродил не забродил не заходил скоро заброжу уже как это как сок старый всего что здесь происходит какую-то фигню нашел еще вот что-то больше ничего нет чуть такой-то катитель телескопический пруд о как ничего себе никогда не догадывался существование таких штук ну пойдемте видимо подразумевается что именно этим прудом можно подцепить как-то провода которые там на причале болтаются здесь ничего нет бомжатник какой-то не пустота вот вот смотрите вон видите вот это вот железка вот которая проходит вот над парком какие-то эти американские горки или еще что-то вот нам заставки вам показали как вот по ним поезд куда-то приехала я не могу понять куда где это место то в котором приехал штаммута рейс уходит вверх возможно здесь есть какой-то второй этаж на который можно подняться хз короче будем разбираться тоже с этим очень надеюсь что куда нибудь попаду сегодня кроме тут дурацкого пляжа такие поди на доску пожалуйста да 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 отлично супер во попробуем друзья применить такой вот чудо инженерной мысли оба на миски тока нужна помощь ну ничего себе в это сама с похватились вдруг внезапно можете подключить кабель кристаллу так мы можем восстановить электроснабжение в парке запросто хорошо спасибо за помощь мистер бурут о серьезно чего вы сами прям подключите чай прям подключили уже что ли дать и посмотрю не но я не вижу куда-то эти провода идут ну ладно погодите погодите найдите ключ активации а мы сейчас только что вы высветилось восстановить электроснабжение в парке а это как возможно что имеется ввиду я вот там вот это самое вот колесо вот это дурацкое помните наверх забирался там кейт говорил что нужно электричество возможно что как раз это имеется ввиду не типа там надо кнопочку нажать какую-то волшебную чтобы кейт ну не залипай так что все заработало здесь нет активных точек у нас да на этом подъемнике нам нужно автоматом восстановить до чтобы подъемник заработал эх-эх-эх так все сложно то чет народ писал в отзывах что слишком легкие задачки для тупых я бы не сказал некоторые задачки достаточно гумозная прям вот в стиле классических квестов вот по гумозности своей это вам не шерлок холмс новый например без электричества я ничего не добьюсь да погодите он же сказал что он подкручит кабель что значит блин без электричества я ничего не добьюсь чё за чушь такая ну-ка я вернусь с кораблю разберусь чё там такое почему они подключают кабель ты с дела игра что-то делаешь со мной прекрати и укола вы впервые в жизни предложили мне хоть какую-то помощь что вы с этим даже не справились он провода идут куда-то тянутся может на корабле на какую-то кнопку нажать не знаю блин слишком много нет вон они болтаются на пляжу ой на пляжу на причале и до зажигать лодка использовать время чтобы привязать волшебная веревка использовать время чего вам нужно еще время чтобы подключить два штекера да друзья ладно пойду искать тогда место куда этот вагон причалил почти не понимаю где находится просто в таком виде как здесь реализована камера найти это просто целая задача камера здесь добавляет сложности просто камера то отдельная загадка в этой игре потому что ее поведение не поддается никакому логическому описанию очень сильно раздражает а может вот влево сюда по пляжу поэтому по причалу поэтому большом надо пройти пройти ешь нет не проходила здесь обрыв нет не нужно я понял вот станция похоже где-то вот здесь какой-то второй этаж ща ребят ща я примерно понял где это сейчас попытаюсь туда проникнуть каким-то образом такс ща вот билетик какой-то во первых есть билетная касса и какие-то лестницы которых я проглядел в этом виде в котором игра реализована ну правда согласитесь просто заметить вот такую штуку как она здесь показан вход вот 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 это вот вагонетка вот приехала кейт вернись пожалуйста верну вернись я все прощу пожалуйста не переходи лишний раз по экранам ну так вот что валяется на полу но я не рассчитываю на то что это будет ключ это какая-то записка кто-то поломал тут голову какие-то пометки там на карте на какой-то еще пометки похожие были здесь какой-то рабочий стол что было проще если этот ключ был здесь но я понимаю что поскольку этот ключ это последняя часть для восстановления нашего бывшего друга оскара то этот финальный ключ мы так просто не достанем нас тут заставит просто вскрыть себе что-нибудь прежде чем мы добудем нужный предмет так без электричество не должно работать же или че или теперь работает уже все циферка 3 вот здесь обратите внимание гоп ой мы куда-то поехали друзья а по какому принципу мы это делаем я не очень понимаю тут какие-то были от ничего интересного погодите тут были какие-то еще активные точки на этом циферблате но я сразу начал крутить вот эту ручку дернул за рычаг вот она вот она очередная дурацкая задачка помните там завал был и кейт говорил что невозможно пройти какое-то место значит в это место мы можем пройти с помощью вот этой вот железной дороги вот этих американских горок прям как это канатная дорога в биошоке да очень напоминает согласитесь это игла должна быть соединена с пружиной механизм вот и видимо вот здесь вот нужно чё-то как-то блин переставить выставить так чтобы мы попали попали с вами друзья в нужное в нужное место в нужную локацию вот в чем дело во всей этой истории ох 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 моя бедная голова под вечер ничего не соображает уже дайте-ка я посмотрю чем за записку то здесь нашли может это хоть как-то прольет свет на то что я пытаюсь понять 3 о 11 счет тут 3 3 какие-то печатки губной помады 35 помножить на 0 6 равно что-то поперечеркнуто кики кики километр в час вот указано 1525 зачеркнуто километр в час 3 1525 окей это зачеркнуто прям радикально окей да ну ладно это записка то что я не знаю дает она мне что-то особо или нет не хочу попытаться понять таки куда мне точно нужно вот что в чем дело друзья щас его карте вернусь я хочу вернуться карте которую я видел мастерской вот там где ключи были однако непростая задача должен доложить и вам перед нами тут встает но сейчас разберемся сейчас все порешаем вообще будет круто вовите вот вот карта про которую я говорю тут вот такие пометки 2 а есть еще пометка 3 15 плюс 25 знак вопроса и помните же да что на вагонетке на этой самой вот которая здесь на это же цифра 3 так что возможно 1525 это какие-то координаты вот для эту дурацкую циферблата на котором нам надо что-то как-то выставить сейчас разберемся ща поймем все разберемся вот знаете вот чтобы осовременил игру то есть кто-то говорит что здесь геймплей слишком простой загадки просто я так и не сказал они достаточно гумозное здесь но но надо грамотно балансить геймплей то есть чтобы не было подряд все время каких-то гумозных таких задач как поисков предмет нужно чтобы какие-то моменты там нам чуть больше показывали кинца заставочек там каких-то разговоров было чуть подольше вот а потом был период когда там за загадочкой анти одна вот такая вот по типу как вот с циферблатом решаем потом опять какой-нибудь спокойный такой ходьбы еще чего-то без особого загруза мозга как говорится вот потом опять кин задачка вот надо как-то балансу разработчиков находить во всей этой истории потому что когда ты играешь у тебя просто каждый раз какие-то вот такие адские задачки упа чуть чуть что это такое еще активную точку чудом заметил какой-то металлический прут окей еще один кстати у меня один есть уже в инвентаре вот видите цифра 3 на гонетке такс ну чё давайте разберемся так во первых выкрутим стрелку вот так вот на максимум до парам-пам-пам теперь будем соображать сейчас дайте к инвентарчик еще раз открою хочу обратиться к табличечке ой к табличечке к записочке здесь на кнопочку g до к ней самой смотрим 15 камачей 25 и 35 камачей еще здесь помечено 35 наношись ох поди разберись что это все значит я понимаю что вот выставляя вот здесь вот какие-то значения мы тем самым заставляем всю эту бодягу приехать в нужное нам место давайте поставим на 35 раз там скорость указана 35 километров в час да и 50 вот минус 15 будет 35 давайте попробуем сюда значит один пруд воткнуть ok значит в чем какая прямая тема что вот эти прути они блокируют стрелку соответственно поскольку у нас все это на механике завязано то вагонетка едет покуда раскручивается пружина если стрелка залочится то вагонетка дальше не поедет нам надо каким-то перебором у всех этих координат магическим нам нужно добиться того чтобы вагонетка остановилась в нужном нам месте в нужном кейт месте я не знаю какое-то место но я надеюсь что там мы найдем ключ для того чтобы завести ганса так а другая цифра была 25 если мы от 35 отнимем 25 10 25 то будет 10 но на десятке нету никакой точки вот здесь есть еще какая-то . в середине но тоже наверно вряд ли дать на 25 попробуем воткнуть ну я не знаю как вдруг прокатит как бы вот второй металлический пруд такая вот тема не знаю поехали что ли как тут запускать ты уже забыл опять вот посмотрим что будет друзья я сомневаюсь что сейчас попаду это было бы слишком просто я не уверен что я понял окончательно суть этой загадки общую эту суть я наверно понял вот вот видите да стрелка дошла вот до этого ограничителя остановилась если я выну сейчас пруд то вагонетка остановится у нас на следующем ограничитель да дайте попробуем не знаю посмотрим что будет я просто не уверен что я правильно поткнул в 25 мне кажется ну да конечно его нужно в какое-то другое место втыкать тем более что вот видите стрелка становятся здесь не на 25 в этот раз а на между 25 и 30 что очень странно дать вот сюда воткнем пруд в среднем тут вот это вот в среднее отверстие да вот сюда а этот вынем посмотрим чем будет войну и бред конечно ну окей ну ребят вечер долгий вся ночь впереди как говорится я сейчас так могу перебирать все эти точки пока не остановлюсь в каком-нибудь подходящем месте те скорее всего это не так работает поскольку тут что выставлять я понял из бумажки какая-то скорость отдельная отдельная еще какая-то какой-то параметр видимо координаты вот вот видите вот мне похоже вот нужно куда-то вот сюда вот интересно куда ведет этот вот кейт это интересно но я до сюда не доехал как мы видим и почему-то стрелка остановился чек похоже показывает поднята ли пружина механизма в этот раз на 20 остановился хотя я переставил на пятнашку она я вынула это я щас доеду как бы обратно уже и тут все кончится как бы да понятно но сейчас будут подбирать каким-то чудом друзья все всю эту тему конечно то еще фигня попробуем снова на 35 выставиться до ну по крайней мере величина 35 у меня меньше всего вопросов вызывает ну и давайте попробуем не знаю ну на 5 нам вряд ли нужно выставлять это я думаю не сработает попробуем на 15 выставиться до 15 15 15 там сидела не знаю на 15 попробую но вдруг ребят вдруг я вот надеюсь что вот я каким-то чудом попаду и вся моя проблема разрешится сама собой иногда вот не знаю я вот хоть и играл в старые игры в свое время тоже в них играл и все такое но иногда так хочется чтобы была кнопочка прессы x-to-win вот не знаю вот прям вот вот душа прям жаждет эту кнопочку пресс x-to-win у меня никаких активных точек больше нет 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 то есть все точно да перебором вот этих вот координат меня вычисляется окей убираем этот пруд тут видимо еще зависит от того ну тип на какую эту самую позицию мы поставим ограничительный пруд тогда от этого зависит еще скорость которую на вагонетка наберет мы соответственно место в котором она становится тоже от этого же зависит на 15 перебор как вы видели я сейчас это все не вырезаю друзья даже вот мучаю вас просмотру всех моих этих злосчастных попыток 15 перебор давайте поставим на позицию меньше мне как бы несложно я сейчас попробую все варианты мы сейчас с вами тут покатаемся слазь прям от души кто давно не ходил на аттракционы вот ребят а я в рано воткнул пруть это смотрите мои видео лучше чем не аттракцион надо же сначала завести всю эту ботву так вот ну давайте не знают на двадцать на не поставим в этот промежуточный параметр какой-то странный попробуем вдруг прокатит понеслась откидываемся на спинку поудобнее и наслаждаемся поездкой ну кстати тут американские горки какие-то такие не очень страшно тут нет прям таких уж огромных перепадов убираем и надеемся на чудо но чудо не произошло друзья я не доехал то есть если я ставлю нас десятку я переезжаю сейчас я не доезжаю очень странная фигня какая-то еще не понимаю как это все работает тогда знать сюда прутик воткнем и тут уберем хохонюшки хохо ну я не доехал конечно же как будто бы сомневался почему вот слушайте а вот теперь а почему она вот здесь вот сейчас остановилась а объяснит мне кто-нибудь почему она не дошло до 15 хотя должно было бы дойти до 15 как идиотская систему этого механизма абсолютно непонятно ну это не я сейчас перееду и по очевидно как бы я сейчас вообще должен вернуться наверно куда назад тупо а не чуть чуть он не доехал и смотрите стрелка опять на 20 сохраняется вот как интересно вот что меня смущает то есть позиция 15 и позиция вот этого 20 промежуточная она мне не подходит позиция 25 тоже не подходит это я пробовал давайте на пятерочку попробуем выставить что ли не знаю как бы пробуем значит сейчас надо сначала завести все это ставим на 35 саново может не на 35 просто надо ставить я не знаю друзья 10 20 25 ну дать на 5 поставим как будто сразу так я не уверен что это сработает тоже с местными загадками ни в чем нельзя быть уверенным но я попробую по крайней мере попытаешь так вот мы медленно ползем 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 а потом сейчас как сорвемся вниз и как остановимся вот здесь перед этими колбами какими-то да я не уверен что сейчас доеду скорее всего не доеду после этого я крепко задумываюсь над сутью бытия наверно ну потому что право слова ну да конечно это не сработало ребят я проехал заветную мне локацию и вот сейчас смотрите вот сейчас стрелка дошла ровно до пяти хотя до этого вот я вот переставлял разные параметры она доходила до 20 и дальше не двигалась вы же сами это видели я тогда не понимаю как это работает хренатата друзья я сдаюсь я наверное вырежу сейчас лишние попыточки я вообще надеюсь что я сегодня смогу это пройти чтобы добиться какого-то результата для вас ребята вот все ради вас смотрите я даже до конечной остановки похоже не доехал елки-палки то игра что ты делаешь этот счетчик похоже показывает поднята ли пружина механизма спасибо кейт за очевидный комментарий я проехал я Ох, друзья, слушайте, совершилось чудо У меня получилось Давайте скорее выходить отсюда Интересно, куда ведет этот проход? Кейт, 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 вылазь Отлично Значит, все оказалось гораздо проще и банальнее, чем я мог себе представить Вот, видимо, это фанаты и называют легкими задачками Я-то ищу здесь какой-то подвох, какую-то сложность все время А оказывается, что все проще, чем мы с вами думаем, друзья Нужно было тупо вставить две палки ровно в те цифры, которые указаны на карте 15 и 25 Все, доехали до 25 Вынули пруд Доехали до 15 Оказались вот в нужном месте, которое интересовала Кейт Ну и бред, а, должен доложить я вам, ребят Ну и жесть какая, а Все, ладно, изучать этот космос какой-то я буду в следующем видео, ребят Ставьте лайк, если вам нравится мое прохождение Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео И можете нажать даже еще в значок уведомлений, такой колокольчик под видео Оставьте комментарий, если хотите Я думаю, что тут можно много чего накатать по поводу моих действий И не забудьте про группы в ВК и Фейсбуке Ссылки на них есть, как обычно, в описании Спасибо вам большое за внимание, за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok